На прошлом уроке в пятницу был первый урок, который касался риба. Уроки о риба очень много задают вопросов относительно деталей риба, такая-то операция будет ли риба, вот там куб хотел купить рассрочку, будет ли это считаться риба, такая-то карта есть, дебетовая карта, кредитная карта, такие-то условия банк не выставляет, будет ли все это риба, очень много вопросов поступает. И поэтому, аль-хамду лилля, решил осветить эту тему, подробно разобрать все ее нюансы, для того, чтобы защитить в первую очередь самого себя от этого страшного большого греха, а затем уже и донести до вас. И поэтому первая вступительная часть по поводу риба, какой она была во времена джихилии и так далее, вы можете послушать в записи, если кто еще не слышал, в записи на наших инстаграмах, в ютубе, там и в телеграме, есть первая запись этого урока. И поэтому сегодня, иншаллах, сегодня будет продолжение. И в прошлый раз мы с вами говорили о том риба, каковой она являлась у Бану Исраиль, каковой она являлась во времена джихилии. И сегодня я хотел бы затронуть аяты и хадисы, которые явно и четко нас предостерегают от этого большого греха. И это не простой грех, и это не маленький грех, это большой грех. И который даже, вот мы сейчас скоро прочтем, иншаллах, хадис пророка Мухаммада, где сказано то, что семь смертельных грехов, и там по счету риба идет четвертый. Поэтому это непростое дело, это непростой поступок. И, конечно же, мусульманин должен стремиться к тому, чтобы избавиться от этого греха, не впадать в него и обходить проявление риба стороной. И вот аяты и хадисы, предостережения, где Всевышний Аллах или его посланник запрещают нам что-то делать, не совершайте то, не совершайте это, если вы поступите, вам будет такое-то, такое-то наказание, это не нужно воспринимать как какой-то акт устрашения, или же вот Всевышний Аллах захотел, и он так поступил. Нет, все, что Всевышний Аллах нам запрещает, из каких-либо грехов, это все нам на пользу. Возьми любой грех, абсолютно любой грех, и в первую очередь мы сами, мы создание Всевышнего Аллаха, мы будем заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого. И поэтому ученые сказали, исследовав и аяты Всевышнего Аллаха, и хадисы пророка Мухаммада, саллиллаху алисалям, они сказали, все, что приказывает Всевышний Аллах, в этом есть польза для его рабов, для людей, для его созданий. И все, что запрещает Всевышний Аллах, в этом есть нужда, чтобы жизнь его созданий, людей, она не стала хуже. И поэтому у нас в жизни тоже есть такие предостерегающие надписи. Допустим, электрический щиток, там написано, не влезай, убьет. Ну, по идее, это же так и есть. Если ты туда полезешь, и тем более без изоляции, без специальных навыков, просто тебя может закоротить, током ударить, и ты просто можешь умереть. Или же, допустим, переходи дорогу в таком-то оживленном месте, на красный свет, светофоры и так далее. Почему? Потому что ты подвергаешь свою жизнь опасности. И поэтому Всевышний Аллах через аяты и через своего пророка, саллиллаху алисалям, он предостерегает нас о впадании подобные грехи. И относительно риба подряд идут несколько аятов 275, 276, 277, 78 аяты суры Бакара, где Всевышний Аллах как раз-таки повествует об этих, о риба. И Аллах, Субханава Та'аля, сказал Те, которые пожирают риба, они не воскреснут в судный день. Здесь речь идет, по мнению ученых Тафсира, идет про судный день. Они воскреснут в судный день в виде людей, которые были повергнуты иблисом, шайтаном. То есть, как будто на них пало какое-либо бузум, да, какая-либо порча, да, как будто шайтан ему что-то испортил. И он как будто вот сам себя не осознавая, раскачиваясь, да, как будто пьяный, да. И некоторые даже ученые Тафсира приводят то, что они, говорит, будут воскрешены с полными животами и будут идти вставать и падать. Вставать и падать. И это именно из-за того, что они в этом мире не запрещали себе риба и спокойно его пожирали. И поэтому первое наказание или же первое предостережение то, что они в судный день воскреснут уже в таком униженном состоянии. Это потому, что они сказали поистине торговли это то же самое, что и риба. То есть и риба, и торговля по сути одно и то же. Зарабатываем, бабки делаем, прибыль совершаем. Но Аллах запретил риба и дозволил торговлю и запретил риба. И это именно те слова, которые говорили пророку в качестве оправданий. Курайши это и говорили. Это же по сути такая же торговля. Что ты там продал, получил товар, а тут ты просто деньги вложил куда-то и тебе деньги, твои же деньги приносят тебе прибыль. И Всевышний Аллах это сказал, что нет. Торговля разрешена его различными видами договоров в различной торговле, да, а риба запрещена. فَمَنْ جَاءَ مَوْعِذَةٌ مِّرْرَبِّهِ فَانْتَهَا فَالَهُ مَا سَلَفَا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ И тот, до которого дойдет увещевание от его Господа, и он остановится и больше не будет поедать риба, то, что у него осталось, это будет уже в прошлом. Это будет уже прощено. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ и его дело будет передано Всевышнему. وَمَنْ عَادَ فَا أُلَٰئِكَ أَصْحَابٌ نَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Однако те, которые опять вернутся после этого к риба, то это будут обитателями огня, и они прибудут там вечно. И в этих словах Всевышний Аллах говорит, что то, что было совершено прежде, до ислама, в состоянии неверия, когда человек погружался в риба, это была часть его прибыли, часть его бизнеса и так далее, это остается все. Это больше уже не ворошим. И поэтому у курайшитов это одна из таких распространенных и прибыльных занятий, то, что они одалживали деньги, потом требовали назад уже большую сумму. Это был основной вид заработка. И некоторые на этом сколотили состояние, дома там и так далее. И посланник Аллаха никому из них не приказал, так, ты свой дом построил на деньги риба, реализуй его, продай, а потом купи себе, допустим, избавься от риба и купи на халяльные деньги. Никому этого не говорил. И поэтому все, что было до этого, как сказали ученые, в состоянии неверия, это все прощается. И в целом нужно понимать, то, что человек совершал, будучи неверным, а затем стал мусульманином, уверовал во Всевышнего Аллаха, сказал ля иляха иля Аллаха, то все, что было до ислама, это прощается. Аль исламу я дюббу ма каб лягу. То есть, ислам стирает все, что было до этого. И вот это вот, как говорится, милость Всевышнего, некоторые сподвижники, они мечтали об этом, чтобы их тоже постигла эта милость, когда допускали какие-либо ошибки. Вспомните известную историю во время войны. Усама бинзейд, сподвижник, когда боролся с одним из многобожников и поднял над ним меч, тот многобожник говорит ля илях иляллах. Я, говорит, уверовал. Ашхаду ля илях иляллах. И тогда, несмотря на это, он его убил. И это донесли до пророка, саля ла и салям. Потому что во время войны запрещалось, то, что если человек говорил шахаду, то все, он становится мусульманином. И его тело, его честь, это было запретно уже, все уже. Нельзя было ему вредить. Донесли до пророка, и пророк, саля ла и салям говорит, что сделал? Почему так поступил? Он, говорит, он побоялся лишь моего меча. Он, говорит, со мной боролся, дрался все это время. И вот когда, говорит, смерть уже повисла над ним, он, говорит, сказал шахаду. И тогда пророк, Мухаммад, саля ла и салям, говорит, ашакакта ан кальбихи. Ты, говорит, раскрыл его грудь. Ты знал, говорит, его намерение? И, кстати, это тоже один из уроков пророка Мухаммада, саля ла и салям, что намерение, то, что в сердце у человека, знает лишь Всевышний Аллах. И поэтому является делом неблагодарным и неблагородным, когда копаются в чьих-то намерениях. А, этот, наверное, специально, рья, наверное, делает. А, этот, наверное, хочет с ним сблизиться, там, мосты навести, там, и так далее. А, у этого какие-то корыстные цели, там, и так далее. Это не является поступком мусульманина. И пророк Мухаммад, саля ла ла и салям, все постоянно ему повторял, а что ты сделаешь с его ля и ля ха и ля ла в судный день? Как ты предстанешь перед Всевышним Аллахом? И тогда Усамабин Зейд сказал, я вот в этот день, в этот момент пожелал, говорит, очень сильно пожелал, что, ой, если бы я вот только сейчас принял бы ислам. То есть, вот после этого поступка я стал бы мусульманином, и то, что я раньше совершал, это все было бы стерто, все было бы убрано, и никаких последствий бы этого не осталось бы на судный день. И поэтому, ученые сказали, исходя из этого аята, если человек, будучи неверным, сколотил состояние из риба, то это остается у него. Или же мусульманин, будучи невежественным, не зная о запрете риба, не зная о том, что Всевышний Аллах запретил покупать, продавать, использовать риба, то в этом случае, это, говорит, остается у него и прощается, если он покаялся, если он сделал тавба, мусульманин, да, если он узнал об этом, и, важное условие, больше не впадал в риба, больше не совершал риба. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит, тот, до кого придет увещевание его Господа, и остановится, тогда, говорит, все. Но Всевышний Аллах там же, в этом аяте продолжает, «Ва мэн аада» тот, до которого дошло увещевание от его Господа, и все-таки, все равно вернулся к этому, он из обитателей огня и пребудет там навечно. И ученые сказали, аяты, где Всевышний Аллах говорит о наказании верующим, и особенно там, где говорится о вечности, их, говорит, нельзя трактовать никак. Их нельзя комментировать, нельзя делать тавсир. Почему? Чтобы человеку не давать поводов. Да ладно, что ты, это же грех. Да, ты же главный верующий, ты сказал, «Ля Иллах, илля Аллах». Ну, что там, ну, погоришь немножко там 50-60-70 лет, да. Кто-то вот так вот говорит, да. 100 лет там и так далее. Ну, в итоге все равно же окажешься в раю. Чтобы вот таких вот ложных надежд не давать и таких, как сказать, облегчений совершения греха, ученые говорят, «Аяты, где говорится о наказании, их нельзя комментировать. Нужно оставлять вот так вот». Ну, в итоге, нужно сказать, да, общее убеждение «Ахля сонного аль-джамаа», да, все мы в этом убеждены, аль-хамду лиллях, и об этом говорят, начинаются с подвижников, праведные предшественники, все ученые, о том, что пока человек не впадает в многобожие, пока он не совершает большое многобожие, те грехи, которые он совершает, и грехи, которые степенью ниже, чем многобожие, они остаются на желании Всевышнего Аллаха. То есть, Всевышний Аллах сам будет распоряжаться этими людьми. Захочет, подвергнет их наказанию. Захочет, простит им. Однако, даже если он подвергнет их наказанием, это наказание не пребудет вечно. Оно рано или поздно закончится, и в итоге, в чьем сердце была вера, в чьем сердце было ля илях илля Аллах, рано или поздно, он войдет в рай после получения наказания в аду, если он не совершал многобожие. Далее, в другом аяте, Всевышний Аллах, это 276-й аят, Всевышний Аллах говорит, «Я мхаку Аллаху рибаа ва юрбис садакат ва Аллаху ла юхиббу кулля кафарин афим». Аллах уничтожает риба и взращивает садака, милостыню. И Аллах не любит каждого неверующего, грешного. И вот это вот, уважаемые братья, ученые сказали, Аллах уничтожает риба, здесь подразумевается то, что эти деньги, которые были получены, это имущество, которое было получено при помощи риба, оно рано или поздно уничтожится, его не станет. Либо владелец этого имущества будет лишен барраката. Будет лишен барраката этой вещи, радости, пользования и так далее. И поэтому кто-то может говорить, допустим, «Ну, сейчас вот без этого, без кредита невозможно работать, сейчас там туда нужно открыть кредитную линию, здесь нужно получить, тут в оборотку засунуть, там и так далее, и так далее». И доказывают, что якобы сегодня, 21 век, невозможно без этого. А потом смотришь, субханаллах, и действительно, Всевышний Аллах их лишает барраката. Вот он здесь в долги залез, перекредитовался, там по самой «не хочу», здесь залез в то же самое кредиты. И такие вот работы у него и не идет, и не идет. Рахатин курми. Нет у него радости в этом. Даже если у него с бизнесом все хорошо будет, у него обязательно будут проблемы и в его семье, и с детьми, и так далее. И поэтому слова Всевышнего Аллаха это истина. Это неизменяемая, постоянная истина, кто бы, что бы не говорил, какие бы отговорки или оправдания не рассказывал. Также Аллах, Субханаху ва Та'аля, в следующем аяте сказал, «Я юхаллядин ааману иттаку Аллаха вазару ма бақия минар риба ин кунту му'минин». «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, страшитесь Аллаха и оставляйте то, что осталось у вас из риба, если вы являетесь верующими». «Фа-эллам таф'алу фа-эдзану бихарби мин Аллахи ва-расуле». И если вы так не будете поступать, если вы не будете оставлять риба, то знайте о том, что вам будет объявлено войной от Аллаха и его посланника. И знайте, вот среди всех грехов, которые существуют и о которых упомянуто в шариате, в исламе, единственный грех, о котором говорится, что Аллах и его посланник объявляют войну, совершающему этот грех. Это единственный грех. И когда говорят про войну, что такое война? Война – это когда две стороны сражаются друг с другом. И там обязательно будет победитель и будет проигравший. Так ведь? И обязательно война несет с собой смерть, несет с собой погибель. То есть это страшная вещь. Это на самом деле пусть Аллах защитит нас от войн, пусть Аллах обезопасит нас, наших детей от всяких кровопролитий, столкновений. Это очень страшно. Но теперь задумайтесь. Победитель – побежденный. Смерть – погибель, уничтожение. А вы представьте, то, что если, если прочитать этот аят, станет ясно, что войну-то объявляет Всевышний Аллах, объявляет его посланник. И после этого как можно рассуждать, что этот человек останется в безопасности? То есть тот человек, который совершает этот грех, он должен понимать то, что он оказался по другую сторону. А на другой стороне Всевышний Аллах и его посланник. И рано или поздно его погибель настигнет. Рано или поздно он будет разорен, он будет разбит и, как сказать, он все, он будет в большом проигрыше. И поэтому это тоже одно из предостережений Всевышнего Аллаха о том, что человек просто так не выкрутится. И в этом мире, и в судный день просто так он не избавится от последствий этого греха. И дальше Аллах Субханаху говорит «Ва интубитум фалакум руусу амваликум ла тазлимуна ва ла тазлимун однако если вы покаетесь от этого греха, то вам останутся ваш основной капитал руусу амваликум то есть это означает, что если человек, например, судил деньги другому человеку, дал займ, скажем, 100 тысяч рублей и потом потребовал 120-130 через какое-то время или даже может быть 150 и потом когда он узнал и покаялся об этом Всевышний Аллах говорит эти 150 они не исчезают полностью вот тело твоего долга которое ты отдал это тебе вернется это твое забирай используй и так далее забери тело кредита как его называют сам долг а риба уже не бери и Всевышний Аллах говорит и в этом в своем получается долге в своем основном капитале вы не должны поступать несправедливо и к вам не поступят несправедливо и поэтому ученые сказали когда человек узнает о том что риба является запретной он может потребовать назад именно тот самый долг однако риба уже не берет все это непозволительно с одной стороны и с другой стороны когда человек который взял в долг риба он должен по возможности избавиться побыстрее от этого долга от этого долга если это два мусульманина то конечно же между ними нужно это проговорить об этом с ними обсудить этот вопрос чтобы риба было убрано и этот их долг был решен самым быстрым способом и вернули именно только то что он брал в долг однако допустим очень часто спрашивают такой вопрос что человек взял в ипотеку квартиру или дом допустим ипотека понятно что это самая настоящая классическая риба которая сейчас распространена практически во всем мире и он теперь узнал и я говорю хочу от этого избавиться мне говорят можно банк кинуть прямо так и спрашивают иногда каким-либо образом избавиться так поступать нельзя нужно побыстрее избавиться от этого нужно побыстрее это закрыть погасить почему потому что последствия этих неправомерных действий с точки зрения закона они могут вернуться тебе с большим вредом тебе твоим близким по крайней мере твоим поручителям а это нельзя так поступать и поэтому мусульманин должен стараться побыстрее избавиться от этого и уже больше к этому не возвращаться к сожалению конечно бывают и такие ситуации человек говорит риба риба все-все я понял нельзя нельзя избавляется от риба выплачивает побыстрее потом смотришь через пароль опять залезает в кредит ну ты субханалла ты же тогда не помнишь что ли тогда разговаривали там этот а мне что делать куда пойти там и так далее и начинается вот это вот крокодильные слезы поэтому если верующий узнал об этом да должен стараться стремиться избавляться от этого греха и больше не возвращаться к нему больше не возвращаться потому что одно из самых важных условий таубе покаяние что человек берет твердое решение больше не возвращаться к этому греху который он совершал далее далее также Всевышний Аллах это уже сура аль-Амран 130 аят сказал о те которые уверовали не поедайте риба в многократном большом размере и страшитесь Аллаха быть может вы обретете успех и вот эти вот слова они тоже направлены именно на то что существовало во времена пророка Мухаммада в обществе курайшитов в Мекке когда у них был распространен такой вид долга человек дает в долг и потом говорит через год вернешь ту же самую сумму и через год возвращается а тот не может вернуть либо ты мне сейчас заплатишь либо добавляешь уже к этому долгу и добавляли прям большими большими кусками не в процентном выражении там 20 процентов 30 процентов а добавляли прям нормально добавляли и поэтому это получалось как будто вот маленькая вещь уже через какое-то время она превращалась в такую большую задолженность в такую большую задолженность и поэтому Всевышний Аллах вот поэтому здесь в этом аяте сказал нам не поедайте рыба в большом увеличенном размере объеме именно констатируя тот факт чем занимались курайшиты во времена джихилии во времена джихилии однако это конечно же не говорит нам о том что теперь если там накидываешь маленький процент типа это можно главное чтобы ты не залезал там в такие большие проценты чтобы человеку так сказать не делал тяжело не оставлял его в трудной ситуации а если там ему накинул 0,1% и так далее это можно нет даже копейку добавлять нельзя более того это еще иншаллах у нас одна из тем будет более того ученые сказали любой долг который возвращается к хозяину с какой-либо пользой это уже рыба то есть представьте такую ситуацию у вас есть сосед сосед к вам заходит слушай сосед одолжи пожалуйста денег или одолжи пожалуйста инструмент или одолжи пожалуйста твой мотоблок бензопилу лопату просто там с них этот копать да ты ему говоришь хорошо я тебе одолжу но сделай мне пожалуйста то сделай мне это помоги мне подержи то все хлеб купи еще что-нибудь любая польза материальная польза физическая польза или какая-то вот какая-то помощь да это уже будет считаться рыба и поэтому когда мы что-то даем в долг деньги или какой-то предмет какой-то товар да мы должны требовать назад только лишь этот самый товар и при наших договоренностях с человеком не должно учитываться никаких там ну еще там докинешь еще это сделаешь еще то еще это это недопустимо это будет считаться уже рыба дальше также пророк Мухаммад салли Аллаху в хадисах уже да сообщается Джабир ибн Абдуллах да будет доволен им Аллах сказал ля'ана Расулу Аллахи акиляр рыба ва муки лаху ва катибаху ва шахидейхи ва каль хум сава Джабир ибн Абдуллах сообщает что посланник Аллаха проклял дающего рыба поедающего рыба записывающего рыба и двух его свидетелей и потом добавил и они все одинаковы и в некоторых реваятах говорится ва гумфиль ифмисава и они в грехе будут одинаковы и поэтому смотрите да вот посланник Аллаха салли Аллаху объединил всех этих людей под одно название то что они все замешаны в грехе рыба и всех у них степень одинаковая дающий рыба тот кто одолжил берущий рыба получил затем кто записывает этот самый договор фиксирует все это Ибраким дал Ахмеду пятьсот пятьсот тысяч рублей на такой то срок а потом он требует то то и то то понимаете просто записал просто вбил компьютер это уже делает его соучастником в грехе рыба и это не просто еще этот и еще посланник Аллаха говорит и два говорит его свидетеля которые ниже подписались я такой-то такой-то видел как все это произошло удостоверяю я такой-то такой-то я тоже все это видел удостоверяю вы понимаете то что на если это все переводить на современный язык что это получается это получается те же самые простые поручители то есть обычный кредитный договор гражданин берет столько-то денег у такой-то организации у такого-то учреждения или у такого-то человека и при этом присутствовал допустим какой-нибудь нотариус еще кто-нибудь он сюда подписывает либо еще внизу дописывают поручитель первый такой-то такой-то поручитель второй такой-то такой-то и вообще все современные сделки кредитные сделки особенно ипотека без поручителя вообще не обходится и по идее получается что человека просто часто как бывает помоги мне в банке нужно это забрать кредит забрать то забрать это забрать мне нужны поручители своих родственников начинают звать еще каких-то этих И в итоге те просто ставят подпись, а по сути уже становятся уже соучастниками в грехе. И поэтому вот это вот, то что все они участвовали в этом, делает их равными в грехе и посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаллим предостерегает. И поэтому по поводу соучастия, это конечно очень большая тема и Всевышний Аллах об этом говорит, да, не помогайте друг другу в ослушании и в грехе. И поэтому это тоже вот касается именно этой нашей темы. Также пророк Мухаммад салли Аллаху алейхи вассаллим сказал, что однажды он видел во сне, как два человека пришли к пророку и вынесли, говорит, меня на священную землю. А затем, говорит, мы пришли к реке, которая была наполнена кровью и посреди этой реки стоял человек и на берегу реки стоял другой человек и который стоял на берегу он, говорит, кидал камнями в этого человека, который стоял в реке и каждый раз попадал, говорит, ему в рот. И когда, говорит, этот человек хотел, говорит, выйти, хотел выйти, хотел там избавиться, он все равно возвращался в эту реку и опять камнями его закидывали прямо в рот. И когда спросили, и когда посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаллим спросил у них, кто это люди, кто это такие, посланник ему ответили, это тот, которого ты увидел стоящего в реке, это был человек, который поедал риба, который поедал риба. Вот это вот, уважаемые братья, является указанием того, что риба это не просто грех, то есть, что у нас отличает малый грех от большого греха? Большой грех, за него всегда указывается наказание, которое последует, либо положение этого человека, каким его будет положение в этом мире или в судный день. И вот где выражается вот это вот, то, что его ожидает, это прямое указание, то, что это не маленький грех, а большой грех. А малые грехи, в отличие от больших, малые, там указывается только лишь прицание. Пророк салли Аллаху алейхи вассаллим не любил, когда рядом с ним делали отрыжку, да, это, во-первых, адапсизлик, это отсутствие этики, культуры, да, и, во-вторых, это является маленьким грехом. Или же, когда много смеются, там и так далее, да, то есть, эти вещи, поступки, деяния в шариате выражено порицание, но нету какого-либо наказания, что будет ожидать этого человека. Вот это говорят ученые и различают большие грехи от малых. В следующем хадисе посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаллим сказал, «Остерегайтесь семерых смертельных грехов». И мы спросили, о посланник Аллах, что это за грехи? И посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаллим сказал, «Ашширку биллях». Первое. Предавание Аллаху сотоварищей. Вассихру. Колдовство. Ва-катлюн-нафси лати харрам Аллаху илля бил хақ. А также убийство души, которую запретил Аллах, кроме как поправу. Ва-аклюр-риба. И поедание риба. Ва-аклю малиль-ятим. А также поедание имущества сироты. И здесь под словом поедание подразумевается запретное поедание, несправедливое поедание. А так, в целом, если сирота обладает каким-либо имуществом, и у него есть опекуны, они могут тратить тоже и на себя тоже. Потому что если он на себя не будет тратить, сам тоже не будет кушать и так далее, опекун сироты, он просто не сможет полноценно осуществлять свою деятельность, полноценно опекать этого ребенка, пока он не повзрослеет. И поэтому, если нету чрезмерства, если нету несправедливости, если все происходит по праву, то опекун может пользоваться имуществом сироты. Однако, если в этом есть зульм, если в этом есть чрезмерность, пожирание, запретное поедание, это является большим грехом, смертельным грехом, как сказал посланник Аллаха. А также шестое говорит побег с поля боя, когда уже случилась встреча с врагом. И седьмое это обвинение чистых, защищенных, верующих женщин в Зина. Аль-Мухсанат Аль-Га-Филяат, которые не причастны. То есть женщины, которые не причастны, которых никогда не совершали этот поступок, обвинение их в Зина, это и есть большой, смертельный и седьмой грех в этом хадисе. И поэтому, уважаемые братья, даже среди больших грехов, даже среди больших грехов есть градации. То есть есть больший грех, самый страшный грех, самый тяжкий грех, есть поменьше. И, конечно же, самый тяжкий грех, это, по мнению всех ученых, это, конечно же, многобожие. Многобожие, предавание Аллаху сотоварищей, это именно тот грех, который Аллах не прощает, если совершающий этот грех не покается при жизни. Все остальные грехи, они уже степенью ниже. Но все равно, то, что посланник Аллаха, саллилалу алейху саллим, на четвертом месте упомянул риба, это говорит о многом. Это говорит о многом. Это говорит о том, что даже риба тяжелее, чем грех Зина. У нас сейчас вот скоро будет, скоро будет хадис, где посланник Аллаха, саллилалу алейху саллим, говорит, риба, она говорит тяжелее, чем, говорит, 36 раз совершить Зина. И поэтому, это очень непростой грех. И посланник Аллаха, саллилалу алейху саллим, когда был на прощальном хадже, прощальном хадже, и он говорил свою знаменитую прощальную худбу, это худба туль-вадаа, когда он стоял в долине Арафа, он обратился к своей умме с увещеваниями. И вот два слова, которые он упомянул в этой своей худбе, как раз таки и затрагивают нашу тему. Посланник Аллаха, саллилалу алейху саллим, сказал, аля инна кулля рибан мин рибаль джахилий вся говорит риба, которая, говорит, была из риба джахилии, вся она отменяется, она под моими ногами, то есть я топчу ее ногами, она недействительна. И там в хадисе говорится, что первая риба, которую я отменяю, это риба моего дяди, аль-Аббаса. И он начал именно со своих близких, это, конечно же, тоже является указанием на честность и стремление пророка Мухаммада, саллилалу алейху саллим, когда показывает пример начинать себя со своей семьи, со своих близких. И запретил риба, в первую очередь, риба его дяди Аббаса. Также он сказал, аля ва инна кулля дамин мин дамил джахилийят и мауду' ва аввалю дамин адау минха дамал хаарифи бн абдал мутталиб кана мустардиан фибани лейфи фа каталат ху худейл. Посланник Аллаха сказал, и вся кровь, которая существовала во времена джахилии, имеется ввиду месть, кровная месть, которая существовала во времена джахилии, вся она отменяется. И первую кровь, которую я отменяю, первую месть, это месть моего дяди Аль-Харифа ибн абдал мутталиба, который кормился у племени бн-улейф, его кормили грудью, и его убили люди из племени худейль. И после этого посланник Аллаха салли Аллаху алейху саллим сказал, Аллахум махалбалляхт, О Аллах, довел ли я всю свою, то, что должен был, как пророк и посланник, до людей? И люди сказали, да, люди сказали, сказали, да, и таким образом посланник Аллаха после этого сказал, Аллахум махалбалляхт, Аллахум махалбалляхт, Аллахум махалбалляхт, О Аллах, засвидетельствуй эти слова, засвидетельствуй эти слова, и таким образом сказал вот последние эти свои наставления. И напоследок, и на этом, наверное, остановимся, да, что-то смотрю, вы тоже уже спать начали, субханаллах. Также пророк Мухаммад саллиллаху алейхи и саллим говорит о том, что перед судным днем, к сожалению, эта риба будет очень сильно распространяться. И посланник Аллаха сказал, И наступит такое время для людей, когда человек не будет задумываться, откуда он получил свое имущество. Из халяля или же из харама. И, к сожалению, да, вот по поводу доступности риба, если раньше это было прямо, как сказать, ну, не каждый мог впасть в этот грех, но сегодняшний день риба, оно так сильно распространилось вообще по всему миру, не только у нас, в нашем обществе, да, везде абсолютно. Нет, ну, я не знаю, по крайней мере, я не слышал еще какой-либо страны, где не было бы банк, где проходили операции риба. Везде есть. И везде это распространено. И более того, да, субханаллах, сейчас даже в этот заходишь, да, в пятерочку или в магнит, раньше так было, сейчас не обращал внимания, типа, вы можете купить этот товар в кредит, да, то есть там молоко, там, не знаю, творог, там, или торт, там, хочешь купить, там, или еще что-нибудь, да, вы можете это в кредит взять уже, да, то есть, настолько это распространено. И даже вот эти вот различные карты банковские, да, чтобы привлечь как можно больше клиентов, добавляют, мы вам кэшбэки, мы вам то, мы вам это, мы вам процент на остаток. Что такое процент на остаток? Это значит, то, что сколько ты денег будешь хранить на своем счету, на своей карте, тебе там через месяц, через неделю или через год будет падать определенный процент от твоей суммы, от твоих денег. То есть, таким образом делают доступным этот самый, эта самая риба так, то, что даже, я не знаю, даже ребенок, наверное, может воспользоваться этими вещами. И поэтому, это, конечно же, один из признаков судного дня, и как в другом хадисе сказано, что перед судным днем, даже, говорит, не останется человека, на которого не осела бы пыль от риба. Пыль от риба. И еще несколько хадисов. Пророк Мухаммад саллилаллаху алейху саллилаллаху риба имеет семьдесят три вида, семьдесят три вида. И самый, говорит, легкий вид риба будет равен тому, что человек совершит зина со своей матерью. То есть, смотрите, да, риба семьдесят три, говорит, степени, семьдесят три градации, семьдесят три вида. Самый простой и самый легкий вид, говорит, из этого риба, он по своей тяжести будет равен зина, совершенная с родной матерью. А самая тяжкая риба, это когда человек залезает в честь своего брата мусульманина. фа фа инна арб риба арду раджу лил муслим. Самая страшная, самая тяжкая риба, когда человек покушается на честь своего брата мусульманина. И поэтому это, конечно же, тоже является сравнением от посланника Аллаха саля ла алей салям, да, какое место среди грехов занимает риба, и еще больше делает нам напоминание о том, что запретность, запретность имущества, запретность крови, запретность чести, это непростые слова. Сегодня, субханаллах, очень легко люди вообще ну, залезают и чьи-то деньги могут взять, там, допустим, кого-то обхаять могут, ударить могут спокойно, без проблем, да, и еще больше, что легче совершается, да, это залезть в его честь, проговорить про него, обсудить его, кости ему перемыть, там, и так далее, да, и не задумываются над тем, что запретность чести мусульманина, она очень великая у Всевышнего Аллаха, и поэтому пусть Аллах, субханаллах, защитит нас от подобных грехов, пусть Аллах, субханаллах, удалит от нас все то, что ведет к риба, и пусть Аллах, субханаллах, сделает нас защищающими имущество, имущество, честь, кровь, всех остальных, и, иншаллах, на этом месте останавливаемся, следующая тема, иншаллах, у нас уже будут виды риба, насколько видов делится риба, риба надбавка, риба от срочки, как это происходит, при каких обстоятельствах, что об этом сказал пророк Мухаммад, салли Аллаху, алейхи вассалям, в каких вещах уже проявляется риба, эти вот правила, иншаллах, зайдем на следующий урок, я думаю, наверное, следующий урок это будет в пятницу, это будет в пятницу, перед Джума, там за 20 минут, поэтому, если хотите дослушать продолжение этой темы, приходите, субханакаллаху бихамдик, ашаду, ла 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 ант, астагфирука, ва тубу илик.